Гордая дочь В основе этой картины он показал специфическую атмосферу жизни ингушей в далёких 20-х годах прошлого столетия. Центральным персонажем картины является девушка. Потому, как её изобразил художник, мы можем догадываться, что она чем-то сильно опечалена. Как нам рассказал искусствовед, в своей работе Иса Бархануев хотел показать незавидное положение горянки, не имеющее права выбора своей судьбы и уступающее уговорам родителей отца и матери выйти замуж. Мне кажется, автору удалось передать все переживания девушки, её незащищённость перед лицом мрачного будущего, но готовы стойко перенести все незгоды, а также безысходность отца и матери. Иса Абасович Бархануев увлёкся изобразительным искусством юношеские годы. В 1983 году он впервые представил свою картину на районной выставке. Нужно сказать, что искусству Иса Абасов отдавал не всё своё время. Это занятие было скорее для души. Отслужив в рядах советской армии, он устроился в милицию. Параллельно поступил автодорожной техникум Махачкалы, который успешно закончил в 1982 году. С 1972 по 1988 годы он работал на Зранском отделе внутренних дел. В последние годы жизни активно занялся творчеством. Картина «Гордая дочь» написана в 1983 году. Несмотря на грустные обстоятельства, художник при изображении полотна использовал яркие краски. В подборке цветов автор хотел показать в зелёном цвете, в синем цвете. Скорее всего, он хотел уменьшить трагизм. Эта работа является для нас особенно ценной. И мы выставляем её в различных выставках. У нас в музее есть и другие картины автора Исы Бархануева. К сожалению, его не стало в 2002 году, дал Гештоцин. Любителям живописи известны также такие работы Исы Бархануева, как «Лётчик», «Истребитель», «Мурат Аздоев», «Уродника», «Выселение». За период своей творческой деятельности в области живописи Иса Бархануев написал более 500 картин. И, несомненно, каждая из них заслуживает нашего внимания. Субтитры создавал DimaTorzok